Покровский храм В советское время здесь было зернохранилище, храм был закрыт. Как часто бывает, пытались разрушить все, чтобы нам ничего не напоминало о том, что это Дом Божий. И когда здесь снова стали служить, то вот главный предел, в котором мы сейчас стоим, люди рассказывали, что буквально через пять минут после службы крыша обрушилась. Чуть не произошла такая трагедия. Церковь нуждалась в реставрации. И только недавно начались работы. Был расчищен фундамент, заведены строительные материалы, вставлены окна и возведены леса. На данный момент здесь уже регулярно проводится богослужение. Частично отреставрирован главный алтарь, в котором уже проводится богослужение. Храм открыт каждый день. В него можно зайти помолиться в любое время. Колокольня потихонечку восстанавливается. Ну и я так понимаю, в ближайшее время центральный предел, в котором мы сейчас находимся, под открытым небом, будет также подведен под крышу, чтобы разрушение не продолжалось. Храм начинает преображаться, снова наполняться жизнью. И первым символом возрождения стала выставка детских рисунков. Воспитанники трех воскресных школ от мала до велика прислали свои работы, которые обобщены единой темой. Если к работам присматриваться, то они все сюжетные, тематические. Ну это, наверное, одна из особенностей света как раз. Вдохновить ребенка, чтобы в нем пробудился интерес. И это удается. Вот смотришь на работу и видишь вот этот вот настрой позитивный. Вот отец Антоний сказал, что глаза верующего ребенка отличаются от обычного. То есть здесь особый взгляд, такой мир Божий. Евгений Комкин говорит, что эта выставка необыкновенна в первую очередь, потому что взрослые снова смогут увидеть мир глазами ребенка и по-другому взглянуть на привычные вещи. Это как бы, ну не то, что икона, но это детский взгляд, который приближается к иконе. Во многом приближается. Который взрослый-то, собственно говоря, потерял. И может быть это заменит даже вот эту иконопись, которая здесь уже уничтожилась. Всего на выставке представлено порядка ста работ, выполненных в разных техниках рисования. Увидеть их может любой желающий. Теперь картины будут храниться в храме на постоянной основе.